Водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с тягачом, груженным колесными парами для поезда. В результате несколько колесных пар выпали из грузовика на крышу легковушки, раздавив ее. Три человека погибли на месте. Чтобы достать тела, спасателям пришлось деблокировать двери смятого автомобиля. Предположительно, причинами аварии стали плохие погодные условия – сильный дождь и туман. Водитель тягача не пострадал. Режим чрезвычайной пожароопасности установлен в Лешуконском, Мизинском и Пинежском районах области. Так, на этих территориях запрещается посещать леса, сжигать мусор. Под запретом также пал травы и разведение костров. За последнее нарушение можно получить штраф. Для физических лиц он составит от 2 до 4, для юридических – от 200 до 400 тысяч рублей. Из Архангельска в очередную, уже девятую по счету экспедицию на научно-исследовательском судне профессор Молчанов отправился Арктический плавучий университет. На этот раз в центре внимания начинающих и состоявшихся ученых прибрежной территории архипелага земля Франции Иосифа. В 20-дневное морское путешествие ушли студенты и сотрудники САФУ, СГМУ, МГУ, представители научных организаций, вместе с нашими студентами и преподавателями на борту судна, студенты и их наставники из семи стран. Кроме научных исследований, им предстоит оценить историко-культурное наследие национального парка «Русская Арктика». В Архангельск Арктический плавучий университет вернется 28 июля. А сейчас Виноградовский район. Каждая девица в барок стремится, говорили в старину. Почему, выяснил мой коллега Артемий Заварзин, попавший на праздник в честь 880-летия села. В селе Барок парад невест. Солидный юбилей села решили отметить необычно. Барок – это жених, а соседнее поселение – Роучикда, Сельминга, Топс, Аконецгорье – невесты, приехавшие показать себя во всей красе. Я сегодня сваха, девку замуж привезла. Так что уж позовут, так приду, а не позовут, и ладно. Добра, здоровья именинникам. День без греха и год без убытку. Со скотом, с животом, с матерью, с отцом, с ухватами, с лопатами и с малыми ребятами. В древние времена не зря говорили, что каждая девица в Барок стремится. Считалось, что в селе жили крепкие зажиточные мужики. Находка для любой невесты. Так случилось и с Любовью Стариковой. Однажды, приехав в Барок, нашла здесь свое счастье и живет в селе больше 60 лет. Спасибо всем, что приехали, спасибо. Мы покажемся, и нам покажется, и все, все хорошо, хорошо. Хорошо на празднике было всем. И книги краеведческие можно почитать, и в мастер-классе по борецкой росписи поучаствовать. О здешних умельцах знали не только на правом берегу Двины. Барок, Москвы уголок. С гордостью говаривали борчане. В старину здесь выделывали кожи, шили сапоги, шубы, ткали и вышивали. В селе жила и трудилась знаменитая династия мастеров росписи Амосовых. В 1137 году князм Сятославом была предоставлена информация о том, какие населенные пункты входят в новгородскую власть. И вот одним из центров власти новгородцев был именно село Барок, откуда, кстати, происходит и Марфа Боецкая, вторая супруга Сятослава. Сегодня население Барка чуть больше 400 человек. Умеют и отдохнуть хорошо, и хорошо поработать. Барчане в тренде ТОСовского движения. Установили детскую площадку возле детского сада. В этом году решили благоустроить территорию у Дома культуры и подготовиться к празднику. Тех, кто делает родную силу лучше, наградили грамотами и подарками. Гостей развлекали творческие коллективы со всего района. Марафон праздников скоро подхватит соседняя ТОПСа. 12 июля здесь отметят День деревни. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение, Виноградовский район. День семьи, любви и верности в Архангельске стал поводом поблагодарить крепкие семьи с большим стажем, поздравить молодоженов, оценить творчество молодых семей. Подробности у Анны Рязановой. Полвека путь не утомил, мы друг от друга не устали. Я был любим и сам любил, и отрягусь теперь едва ли. Мы пережили все вдвоем, невзгоды, радости, печали. За всю ответственность несем и помним встречи на причале. Эти замечательные строки собственного сочинения Владимир Лупачев посвятил своей любимой супруге Валентине. Вместе они уже 50 лет. 10 июня пара отпраздновала золотую свадьбу. Познакомились они в кинотеатре, начали встречаться. Но через несколько дней молодому моряку Владимиру пришлось уйти в море на 4 месяца. Уже тогда он знал, что обрел надежный тыл. С моря сначала жена одна встречала, а потом уже с детьми, с дочерями встречала, а потом уже внучки. И вот когда швартуешься после рейса, вот в май мог себе швартовался, стоит жена, две дочери, две внучки. Пять женщин сразу. Это такое счастье, знаете, незабываемо. Не каждый это испытал. На городском празднике в честь Дня Семьи, Любви и Верности Владимира и Валентину Лупачевых чествовали вместе с другими семейными парами. Торжество прошло у стен Успенского храма возле памятника Петру и Февронии Муромским. Семья – это самое главное, что есть в жизни у каждого человека. Именно с ней связаны самые светлые и добрые воспоминания. Именно родные и близкие обеспечивают нам счастливое детство. А самые лучшие и надежные друзья – это наши родители. Обязательная часть этого доброго праздника – конкурс детских колясок «Мое первое авто». Полицейский экипаж имели на печи чудо-кошелек, трактор попугая Кеши и цветочная фея. Фантазии родителей не было предела. А малыши в преображенных колясках с удовольствием позировали фотографом и телеоператором. 2017-й стал годом рождения семьи у 1090 пар Архангельска. Весь день на уличной сцене шла концертная программа. Романтически настроенным отдыхающим по душе пришлись прогулки по Ромашковой аллее влюбленных, которая раскинулась от памятника Петру и Февронии до Троицкого проспекта. Анна Рязанова, Светлана Михеевская, Архангельское телевидение. Свежая информация о развитии событий и главных темах в Архангельске и регионе в следующем выпуске. До встречи в 16 часов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok